Всем привет. Меня зовут Андрей Строков. Я тоже расскажу про шейдеры. Сегодня мы будем заниматься рендерингом всяких двухмерных и трехмерных штук. Кажется, на уже втором CC есть доклад про реймарчинг. И надеюсь, эта традиция будет продолжаться и дальше. Но я понял, что нужно примерно 4 раза послушать доклад про реймарчинг, чтобы понять его. Поэтому я, конечно, попробую сегодня, как сказать, from scratch типа рассказать, что происходит, но не уверен, что у меня хорошо получится. В конце концов я могу просто вставлять готовые куски кода и показывать, что они делают, если совсем все пойдет не так. Так, давайте начнем. Саша уже рассказывал, что есть шейдеры. Шейдеры – это такая штука, которая выполняется на видеокарте. И конкретно фрагментный шейдер – это такая классная вещь. У вас для каждого пикселя выполняется какой-то кусочек программы. То есть вот у вас есть main, он ничего не принимает, у него там типа входные-выходные параметры. Ну, в частности, у вас есть indata, которая на самом деле такая вот структурка. О, написано тут, конечно. В которой есть, например, координаты текущего пикселя. Их несколько, потому что там бывают исключения, но сейчас они одинаковые все. То есть мы берем какие-нибудь координаты. И у нас есть frac color. Это такая выходная, выходной параметр. Где-то он тоже был. Вот он. И вам нужно в него записать какое-то значение. Это вектор с четырьмя элементами, у которых первые три элемента – это красный, зеленый и синий, а четвертая координата – это прозрачность. Так у нас здесь один шейдер, нам прозрачность не особо нужна. Так, давайте начнем с чего-нибудь совсем простого. То есть я, например, возьму наглым образом удалю весь этот код. Или вообще весь этот код. Да, он нам не нужен. Так, супер. User code here. И давайте закрасим экран просто одним и тем же цветом. У меня тут был outcolor. Мне он нравится. Так. Все пропало. То, что я хотел. То есть у нас есть вектор с тремя элементами outcolor, и мы можем беззаботно менять параметры этого вектора. Например, в красный записать единичку. Все станет красным. В синий можно записать единичку. В зеленый записать единичку. Все станет зеленым. Ну и в синий – синим. Вот. Ну дальше мы три вектора записываем в вектор из четырех координат и добавляем сюда единичку. Все становится вектором из четырех координат. Вот. Ну это все классно. Можно закрашивать экран и проверять, как работает проектор. Выключить код и посмотреть, что проектор работает хорошо. Но мы хотим, наверное, сделать что-то более интересное. И тут мы вспоминаем, что у нас оказывается есть, ну программа, которая выполняется, она знает свои координаты. Это значит, что мы можем взять и эти координаты, ну во-первых, занормировать, чтобы они были там от минус одного до одного, по-моему. Во-вторых, можем их использовать. Например, можем взять и вывести такой замечательный градиент, в котором посередине у нас ноль. Здесь у нас отрицательные цвета их не рисует. Здесь у нас положительные цвета их вот так вот градиентиком рисует. Вот. Можно там какой-нибудь синус бахнуть. Будет, наверное, интересней или не будет. Умножить на 10. Будут полоски. В общем, красота. Но это все не очень осмысленно. Тут я вас хочу познакомить с такой вещью, как поля расстояний или SDF. В чем прикол? У нас есть, во-первых, у нас есть гимп, в котором есть нарисованные картинки. У нас есть координата х, ну на экране, это как если бы мы на экран сбоку смотрели. Вот. И она меняется там от минус одного до одного. И мы берем и считаем, ну, модуль. Вот график модуля. Кто не знал, он так выглядит. Теперь мы получаем некое поле. То есть у нас в каждой точке экрана есть некое значение. Вот. И, ну, это пример не очень хорошего поля расстояний. Вообще говоря, все должно быть чуть хитрее. Как тут нажать? Сюда нажать. Во. Давайте этот модуль сдвинем чуть вниз. И у нас получается такая приколюха, что есть какая-то область, внутри которой у нас вот это поле отрицательное, а за пределами которой оно положительное. Более того, оно показывает, насколько мы близко к условному центру фигуры. И, ну, если мы за ее пределами, то как далеко до границы этой фигуры. То есть вот здесь вот совсем мало, ну, типа расстояние очень маленькое, а здесь, например, расстояние побольше. Вот. И таким образом, взяв модуль и отняв от него там условное значение, мы его сдвинули вниз, и у нас получилась такая вот зелененькая полосочка. Вот. Если мы этот график сейчас перестанем смотреть на него сбоку, а посмотрим на него сверху, то это будет, как ни странно, круг. Я понял, что я не хочу писать код прямо в рантайме, поэтому я, видимо, буду просто копировать его из сниппетов, которые у меня заготовлены, к счастью. Не работает. Классно. Сейчас попробую закомментировать что-нибудь лишнее. Во, круг появился. Классно. Вот. Давайте разберемся, что происходит. Ну, во-первых, вот он наш outcolor. Мы уже с ним работали. И тут у нас синий цвет. И он равен какой-то волшебной функции circle, которая принимает три параметра. Во-первых, она принимает текущую точку. Во-вторых, она принимает радиус. И, в-третьих, она принимает, типа, координаты центра. Не смущайтесь, что я называю параметры в обратном порядке. Я просто очень мало спал. И мы сравниваем, типа, если эта штука больше нуля, то мы пишем в синий канал ноль. А если она меньше нуля, то пишем в синий канал единицу. То есть все как вот здесь. То есть если мы находимся внизу под графиком и значение отрицательное, то мы рисуем что-то. А если за пределами, то значение положительное, мы ничего не рисуем. Как выглядит сам circle? Он довольно простой. Мы берем длину вектора. На самом деле это то же самое, что корень из суммы квадратов. Вот это все. И фактически это модуль числа. И отнимаем его от самый радиус. Здесь еще появляется центр. Это чтобы нам было не так скучно потом рисовать круги только в центре. Мы можем взять и начать их рисовать где угодно. Для этого мы берем и сдвигаем нашу точку на какое-то значение. То есть берем и отнимаем от нее какое-то значение. Типа вектор минус вектор. Получается новая точка. И мы уже в ней находимся. Это можно все заставить немного жить. Так, что у меня тут есть хорошего? Для этого нам нужно убрать статический пример. Спустить динамический пример. Что происходит? Во-первых, у нас появилось целых три круга по красному, зеленому и синему каналу. И у них у всех координаты теперь не жанра статична, а зависит от времени. То есть координата х у него зависит как синус времени. Координата у зависит как косинус времени. Ну и в итоге мы получаем круг, двигающийся по окружности. Ну и так как они все двигаются с немножко разной скоростью, то они весело друг друга догоняют, смешиваются, получаются красивые цвета. Бирюзовый, всякий белый иногда даже. Вот такая идея. Пойдем дальше. Это все про плоскость. Плоские объекты, но как бы не просто же так у нас видеокарта, мы же можем на ней рендерить и трехмерные объекты. Вот. Для этого мы убираем эти слои, включаем эти слои. Вот наш сетап. У нас есть плоскость экрана. Опять смотрим сбоку. И у нас есть объект. Ну какой-то произвольный объект. Пусть будет шар. Вот. Наша задача нарисовать на экране этот шар. Для этого нам нужно, ну, что-то придумать. Самый простой и наивный вариант – это взять в каждой точке экрана лучи и начать пускать лучи, короче, в сцену. И смотреть, пересеклись они с объектом или не пересеклись. Вот. Ну как это можно делать? Можно взять просто и написать цикл в каждой точке, который будет шагать ровными шагами и смотреть, ну, что там, есть объект или нет. Смотреть, есть объект или нет, довольно просто. У нас же есть расстояние до объекта, до поверхности. Поэтому можем просто брать и считать в каждой точке расстояние. Если оно большое, то считать дальше. Если оно становится очень маленьким… Где-то у нас было, ладно, не было, ладно. Если оно становится очень маленьким, значит, мы, кажется, приблизились к границе объекта и в какой-то момент можем остановиться и нарисовать, собственно, на экране какую-то точку цветом, равным цвету объекта. Давайте замутим. У меня тут есть подготовленный пример. Где-то. Вот. Simple, параллель. Так. Я хочу немножко отодвинуть экран, потому что очень сложно копипастить код, когда такой большой масштаб. Круги вообще классные, я считаю. Супер. Так. Я ничего не буду рассказывать, просто вот смотрите шар. Ладно, нет. В смысле я не буду рассказывать, как я это писал. Просто пробежимся к уже готовому коду. Снова наш outcolor, сколько можно уже. И в этот раз появилась функция render. Функция render принимает в себя два параметра. То есть если мы сейчас посмотрим на картинку, у нас есть точка, в которой мы начинаем трассировку луча и вектор, по которому мы побежим. Ну, в данном случае мы просто бежим перпендикулярно экрану, типа вниз. Вот. Эти точки принято называть ray origin, RO, и ray direction, RD. Соответственно, бежать довольно просто. Вот, собственно, наш render. Мы берем массив и вводим понятие глубины. Изначально оно нулевое. И дальше по циклу бежим и увеличиваем его потихоньку. Соответственно, наша задача сначала посчитать, в какой точке мы оказались. Вот на этой итерации мы оказались вот в этой точке. Вот. Мы считаем ray point. Берем ray origin, прибавляем к нему вектор направления, умноженный на глубину, на которую мы хотим погрузиться. Считаем расстояние. Для этого у нас есть функция сцена. То есть сцена нам возвращает расстояние до ближайшего объекта. Сцена в данном случае очень простая. Она просто возвращает расстояние до круга. Ну, а круг задается, как мы уже увидели в прошлый раз. И вот, собственно, розетку. Меня отвлекли розеткой. Извините. Короче, мы посчитали расстояние до ближайшего объекта и посмотрели, что там оно как далеко, недалеко. Если оно очень маленькое, то мы считаем, что мы… Блин, становится темнее. Если оно очень маленькое, мы считаем, что мы достигли поверхности сферы, мы можем ее нарисовать. Здесь я рисую довольно топорно, возвращая какую-то странную функцию из глубины, умноженной на 2. Так, чтобы… Ну, я подобрал эти параметры так, чтобы вся сфера как бы укладывалась в цвета. То есть, ну, точка ближайшая к нам имела примерно единичку, а точка самая далекая от нас была поменьше единичкой. Если эти параметры начать тюнить, то все начнет ломаться и в какой-то момент получится сфера, которая больше похожа на просто круг и вам будет очень сложно рассказать кому-то, что это трехмерное изображение. Вернем тщательно подобранные параметры. У этого метода есть две проблемы. Первое, ну, первое, что мы как-то криво рисуем, собственно, цвет сферы. У нас нет никакого там освещения, текстуризации. Вторая проблема в том, что у нас перспектива… Ой, господи, проекция не перспективная, а параллельная. То есть, если лучи идут параллельно. Поэтому, если вы начнете, например, сферу двигать, вот там в сцене есть ее параметры, вот она сейчас на координате по Z2. Если вы начнете отодвигать… А, блин, черт, я вас обманываю. Если вы начнете отодвигать, у нее начнет цвет меняться. Но важно понять, что у нее при этом размер не меняется. То есть, если я начну… Что же такое? Как бы попасть в эти параметры. Код ведет себя не так, как я хочу. Давайте дальше. Я хотел проиллюстрировать, что если вы отодвигаете сферу, то она… А, я могу ее придвигать. Во. Если я ее придвигаю, она насытится и всегда будет красная. Вот. Если я ее придвину еще ближе, то она не изменит… Ну, ничего не изменится, потому что перспектива у нас параллельная. И, ну, где бы ни была этот шарик, типа, если он будет ближе, все равно будут те же самые точки. Вот. Поэтому есть идея замутить перспективную проекцию, но об этом чуть попозже. Есть одна классная оптимизация, в которой есть суть raymarshing на самом деле. В чем прикол? У нас в каждой точке расстояние до поверхности объекта. Это значит, что на самом деле мы можем… Ой, как страшно. Нет. Давайте вернемся. Блин, оно все больше и больше добавляет. Если мы в этой точке, находясь, поедем по лучу вот на такое расстояние, то мы точно не пересечемся ни с каким объектом, потому что минимальное расстояние до объекта – это вот, собственно, и есть SDF. Поэтому можем применить некий хак. Вот мы находимся в этой точке, померили расстояние, и дальше мы ровно на это расстояние движемся дальше. Оказываемся в новой точке, и это точно будет либо точка на поверхности, либо точка, которая все еще где-то там удалена. Вот. В ней мы снова меряем расстояние, ну и, в общем, повторяем это много-много раз, пока опять не встретимся с поверхностью. Это позволяет нам уменьшить количество итераций в кучу раз, потому что вместо того, чтобы шагать маленькими шажками, мы теперь шагаем, типа, с таким небинарным поиском, конечно, но очень оптимизированным. И на самом деле это сделать очень просто. Нужно просто углубляться не на фиксированную величину, а на наш сцены SDF. Вот. Ничего не поменялось и не должно было. Давайте мы сферу обратно отодвинем в двойку, по-моему. Но теперь мы количество шагов можем сделать там какое-нибудь очень маленькое, типа 20, 30. Да, вот 30 хорошо. Вот. То есть раньше нам нужно было там от, типа, до 100 шагов, чтобы достичь сферы. Сейчас нам нужно намного меньше. Вот. Весь реймарчинг, собственно говоря. Но все еще не так интересно. Давайте добавим перспективную проекцию. Так, давайте уберем все это безобразие. И включим другую проекцию. Во. Новая картинка. Нам нужно ввести несколько понятий. Первое понятие это камера. Это такая точка, из которой у нас будут исходить лучи. Второе понятие мы уже вводили. Это экран. Соответственно, у нас есть point of view, такая точка на экране, условно посередине экрана. У нас есть, собственно, камера отодвинутая на field of view. Это расстояние до камеры. И у нас есть на экране screen point, у которого координаты по x, y равны, собственно, координатам на экране, а по z у нас такие же, как у point of view. Здесь вообще-то должно быть еще вращение добавлено, чтобы мы могли экран крутить, ну, камеру типа в разные стороны. Но об этом в другой раз. Возможно, в следующем году. Давайте запустим пример, посмотрим на него. Где он тут? О, rotated parallel. Должно быть интересно. Опиливаем этот код. Воу. Классно. Наш шар обрел жизнь. Во-первых, он стал менять свои размеры. Во-вторых, у меня стал тормозить комп. В-третьих, эта штука начала двигаться. Давайте смотреть. Это старый код. Стоп. Вы меня обманываете. Правильно, не тот код стоял. Вот. Давайте еще раз прокачаем код, добавим, собственно, перспективную правильность. Во. Теперь прям явно видно, что шар увеличивается при приближении и уменьшается при удалении. Ну и так как у нас все еще всратое освещение, то есть чувство, что мы в тумане, и когда шар отдаляется, он становится менее ярким, когда приближается, становится более ярким. Но мы это чуть-чуть позже потюнем. Значит, что здесь произошло? С точки зрения реймарчинга не произошло вообще ничего. Добавились всякие точки на чертеже, которые я вам показывал. Во-первых, добавился point of view. Это такая точка, из которой мы смотрим. Она в нулях. Во-вторых, добавилась камера. Камеру получить довольно просто. Надо взять point of view и отойти назад на field of view. Это условное расстояние до монитора. Это как если бы вы придвигались к монитору или отдалялись от монитора. Соответственно, если вы придвинетесь к монитору, то изображение станет таким очень… Еще ближе придвинемся к монитору. А, оно отрицательное, поэтому надо отдаляться наоборот. Во. Короче, если field of view очень большой, то вы как бы очень близко к монитору. Если field of view очень маленький, вы как бы очень далеко от монитора. Давайте вернем, сколько оно там было, полтора? Супер. Соответственно, мы можем посчитать точки на экране. У нас есть позиция камеры. Во-первых, мы можем вычислить ray origin. Это будет просто точка на экране. И ray direction. Тут немножко математики. Нам нужно посчитать вектор из вот этой точки вот в эту точку. На самом деле все, что нужно делать, это отнять от этой точки вот эту точку и получить вектор. Вот мы это и делаем. От screen point отнимаем камеру. Все. Появилась перспективная проекция. На этом здесь все закончилось. Давайте займемся освещенностью нашей сцены. Снова пример. Чтобы осветить сцену, нам нужно сделать несколько вещей. Во-первых, нужно добавить источник света. Во-вторых, нужно посчитать нормаль к поверхности. Нормаль к поверхности считается как производная от поверхности. Ну, вернее так. Нормаль к SDF считается как производная от SDF. В этом еще один плюс SDF. Давайте вставим код, посмотрим, что получилось. Вот. У нас появился шар, и он теперь освещен. У нас источник света стоит где-то вот в этой точке. Если вам видно мою мышку. И он на него светит. Можно источник света потаскать куда-нибудь в разные стороны. Задается вектором. Вот. Он тут может перемещаться куда-нибудь. Минус два. Минус три. Приблизить к объекту можно его. За объект завести. В общем, такой вот закат. Что происходит? Во-первых, у нас появилась функция, которая считает нам поле нормалей. Для этого мы берем какую-то точку на экране и делаем еще одну точку, чуть-чуть сдвинутую. Дальше мы считаем наше поле в исходной точке и считаем в сдвинутой точке. Находим разницу, получаем, собственно, градиент нормалей. Ой, господи, градиент поля, который говорит, типа, где у нас, куда у нас торчит нормаль. Возможно, вам сложно это понять. Мне иногда тоже. Но давайте это просто опустим. Собственно, после того, как мы посчитали нормаль, мы можем как-то это применить. Есть целая куча способов посчитать освещенность. Здесь мы берем… Я забыл, как называется этот метод. Ну ладно. Суть в том, что надо взять направление на источник света. Для этого мы берем, собственно, точку, в которой находится свет, текущую точку. Смотрим, какой там вектор получается. Дальше нам нужно взять направление на источник света, нормаль, и сделать их скалярное произведение. Проверить, что оно больше нуля и немножко потюнить коэффициенты так, чтобы это было красиво. В итоге мы можем возвращать, вся вот эта вот строчка делает то, что вычисляет цвет каждой точки. В смысле освещенность каждой точки, ну и цвет на самом деле тоже. Мы можем добавить сюда какого-нибудь зеленого, станет желтый. Добавить сюда синего, станет чуть более белый. Так, с этим, пожалуй, все. Ну и, пожалуй, напоследок есть тут… Так, давайте немножко подправим, чтобы не все было так просто. Напоследок я хочу показать, что можно делать с помощью полей расстояния, ремарчинга и вот этого всего. Так, секунду терпения, я сейчас все сделаю. Так, у нас есть какой-то код. Version must appear on the first… Ну да, да. А, я понял. А, ну да, я тут запятую поставил, а не надо было. И тут тоже. Да что такое, теперь здесь тоже. Помогите Маше найти ошибку в коде. А, я понял. Нет. Вложенный коммент, видимо, не умеет. Да. Так, экран покрасился в красный. Это не то, что я хотел сделать. Ладно. Давайте вскроем карту. Блин, не работает. Ладненько. Исходный код работает хоть. И исходный код не работает. Так, стоп. Так, давайте отменим сменение в файле и запустим. Е. Что-то получилось. Короче, такая вот демка. Из двух торов с вырезанными кусками, вложенных друг в друга, вращающихся и подсвеченных с разных сторон. Может быть, кое-что напоминает. Можем разобраться, что происходит. Собственно, сцена наша стала пожирнее. Во-первых, у них появилось два объекта. First и second. Можем один убрать. Не можем. Ну да. А, я понял, кажется. Вот. Вот у нас первый объект. Как он получается? Мы берем тор и берем окружность. И вот у нас тор. Он так крутится замечательно. И, вернее, не окружность, а шар. И вырезаем шар из тора. Получается такая вот буква С. Вот можно видеть, как у нее там отрезано немножко впукло края. Теперь, собственно, берем второй такой же тор и объединяем их через функцию минимума. Получается два тора. Ну и все, что нам остается, это для каждого тора задать его координаты, отняв соответствующий вектор. И начать крутить вообще все координаты на сцене. Во-первых, сдвинуть их немножко подальше от экрана. Во-вторых, умножить на rotation matrix. Это такая страшная вещь, которая получается из всех матриц поворота для, типа, вы задаете направление, задаете угол поворота и получаете матрицу. Умножаете на нее координаты, получаете координаты повернутые. Соответственно, поворот я задаю как время, и это позволяет всю эту систему немножко крутить. Такая вот история, такой вот рендеринг. Всем спасибо. Маленький анонс. Завтра мы будем, по крайней мере, пытаться проецировать шейдеры на кучу снега, который мы вечером после обеда сделаем. И есть предложение сегодня. Вообще сегодня будет большой шейдер. джем, но после этого будут, ближе, после 11, короче, будут всякие выступления музыкантов, и можно будет собраться, порепетировать завтрашнюю проекцию. Если у кого-то есть желание поучаствовать в завтрашнем джеме, ну, можете подойти ко мне или написать там куда-нибудь в чат или в телегу, и мы попробуем что-нибудь замутить, какую-нибудь коллаборацию. У нас, короче, есть куча проекторов, снег, музыка и вера в себя. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...